всем здравия желаю сегодня речь пойдет о мультиметре цифровом мультиметре марки dt 830 в таком небольшом часто используем в быту приборчики этот приборчик небольшого размера и в карман и любые небольшие емкости им можно померить напряжение дсв постоянное переменное напряжение а и св это напряжение бытовой розетки 250 220 вольт 50 150 герц дса это идет у нас ток постоянный ток от 200 микроампер до 200 миллиампер также ток большой ну а то уже ампера 10 ампер отдельный переключатель отдельный переключатель и отдельный шнур надо переключать в отдельное гнездо который видите 10 ампер ампера мы мериться вот на первом на втором гнезде переключаем шнуры далее идет hf и это измерение транзисторов параметров транзисторов вот здесь вот видите еще этого для пара для транзисторов разъемчики отверстия нпн переходы по нп это мы знаем транзистор они у них разные есть проходимость переходов ну вот далее идет знак видите диода но это прозвонка сети сети на обрыв то есть если показывает короткая значит цепь нормальная если обрыв значит показывает обрыв но мы знаем что диоды показывает в одну сторону должен показывать сопротивление а в другое показать обрыв это нормальное рабочее состояние нерабочее состояние когда в одну сторону показывает сопротивление и в другую сопротивление также и на обрыв если в одну сторону обрыв показывает в другую значит диод неисправный также самое проверяется и транзисторы между базом коллектором и базой эмиттером должно быть в одну сторону сопротивление другую обрыв это между базой коллектором базой эмиттером и мериться между эмиттером и коллектором. Имейте в виду, там должен быть в любом случае обрыв. Не должно быть короткого. Если будет короткое, значит транзистор неисправный. Вот таким образом измеряются транзисторы. Так, ну это мы отключили, отвлеклись от темы. Далее у нас сектор идет сопротивление. Сопротивление идет от 200 Ом до 2000 кОм. Вот они. Видите, сейчас в режиме выключен Оф. Мы, когда начинаем измерение, ставим, допустим, сейчас будем измерять напряжение постоянное. Мы включаем штыки сюда, проводочки, разъемы. Беленький у нас будет, значит, общий ком. И здесь красненький уже будет, уже вольты. Можно мерить сопротивление. Сопротивление, как мы видим. И миллиампер. Соответственно, переключаем напряжение постоянно. Если бы, допустим, мы будем мерить батарею до крови. Допустим, 9 вольт, да? Ну, мы включаем, соответственно, больше режим, чтобы нам уже, как говорится, не думать, что он будет зашкаливать. Вот, берем обычную батареечку. Вот она. 9 вольт, 9 вольтовый. И можем сделать, произвести измерение. Сейчас посмотрим, что здесь на нем есть. Вот видите, 5 вольт, 0 вольт, 4, да? Ну, здесь вот как раз, видите, полярность, допустим, вещь общий. Значит, здесь будет у нас общий минус, да? Вот он, общий минус, здесь плюс. Вот он и минус, и на плюс. И если мы поменяем полярность, то здесь на мультиметре будет показывать вначале минус. Вот видите, минус. Значит, полярность неправильна. Имейте в виду, что если вот так показывает, значит, что вы неправильно поставили полярность, или определили неправильную полярность. Вот таким вот образом измеряется. Вот батареечка тоже, видите, простая, 1,5 вольт. То же самое. Минус общий. Ну, вот, минус общий. И на, вот видите, 1,35. Ну, она еще нормальная батареечка обычно. Там, когда меньше одного, уже один, уже все. А здесь 1,5 пока. Ну, 1,3 еще более-менее нормально. Вот видите, напряжение. Так же самое можно и померить на аккумуляторе 12 вольт, видите? Так же срабленный разъем. Подсоединяемся. Вот они, разъемчики. Общий, значит, вот он минус. Здесь, вот он минус. Это красненький плюс всегда обозначается. Вот видите? 12,37. Аккумулятор нормальный. Все, померили. Таким-то образом произойдет измерение. Переменная, соответственно, это 220 вольт. Не только 220, но от 200 вольт до 750 вольт. Соответственно, если будем мерить в розетке, все так же остается. Ставим только предел 750 вольт и измеряем розеточки. Должно показать там 220, 224 вольт. По-разному делаем. Ну вот. Дальше идет у нас, переключаем предел, видите? ДСА. Это амперы, миллиамперы. Постоянные, да? Идет от 200 микро, как я говорил уже, микроампер, до 200 миллиампер. Это вот идет сектор такой, миллиампер. Дальше идет амперы, уже 10 ампер. Здесь уже нужно, если меряем, переключать уже в отдельный разъем. Вот такие вот, первый и третий. И уже мерить ток. Ток вот таким вот образом. Не менять надо. Ну вот. Далее у нас идет, идет HFE. Это на этом секторе мы измеряем транзисторы. Понятно, да? Дальше идет сектор, видите, небольшой. Это диодики. Диодики. Да, или прозвонка сети. То есть мы переключаем и производим какие-то игрушки. Ну, допустим, вот предохранитель, да? Он должен показать, по большому счету, короткое сопротивление. То есть 0 Ом. Или близко к этому. Вот оно и есть, видите? Скользкие. Вот. 0,01. Достаточно, видите? Точные показания. Он вообще, в принципе, этот прибор имеет точность показаний. Не совсем такую, как у дорогих. Но он очень такой точный предел у него. Вот. И, естественно, сопротивление. Сопротивление мы тоже самое. Можем прозванивать цепь на сопротивление. Набрыв любых проводов. Также предохранители можно посмотреть. Ну, допустим, ставим, допустим, на Омы. Сейчас Омы. То же самое будет показывать короткое. Вот, видите? Короткое. Уже не такое, как у прозвонки побольше. Но, тем не менее, если вы справились с пределом на 200 Ом, да, здесь показывает 0,03. Конечно, это короткое. Значит, этот предохранитель целый. И то же самое мы можем проверить и на целостность проводов. Вот, допустим, проводки я возьму сейчас, да? И проверю, допустим, вот. Допустим, на одном. На одном красненький, да? Серенький. И на другом. Что нам показывает? Вот, видите? Сопротивление. Ну, оно нормально. Потому что здесь цепь такая короткая. И оно должно показать небольшое сопротивление. Имейте в виду, чем дольше, дольше, длиннее провод, тем сопротивление будет. Но оно будет уже, уже сопротивление будет определенное. Короткого не будет. Будет показывать определенное сопротивление. На Ом и ставим. Два, два, два Ома показывает, видите? Это вот сопротивление. Да, так и есть, видите? И на предел на 200 поставили. Вот тебе показывает 0,1. КАС-1. А если вот на показы поставим на, как говорится, диод, посмотрим сейчас, что здесь будет. Что точнее у нас. Вот, вот диодки этот и вот этот. И прозвоним проводок. Проводки, да? Ну, тоже самое, в принципе, показывает, видите? Тоже определенное сопротивление. В принципе, нет реальности проверять на диодах, либо переключать, либо на сопротивление на Ом. И будем видеть, какое сопротивление показывает. Ну, вот. Питается этот приборчик от кроны 9 вольт. Вот такой же, не крон, а батареечки такой 9 вольт. Вот она, вот она сзади. Там идет. Переключаем, выключаем. Вот здесь, вот видите, у меня прибор, как его идет, поверяется, калибруется. Он, и периодичность поверки у него раз в год, имейте в виду, что кто проверяет. Сейчас мы посмотрим крышечку. Здесь отворачивается, видите, он просто. Здесь вот два самореза, отворачиваем его, да? Вот, и снимаем крышечку. Ну, сейчас я покажу. Вот она, видите? Ничего здесь такого. Вот она батареечка, дюрасел, да? Поставлена 9 вольтовая. И сама схема этого мультиметра. Ничего здесь такого сложного нет. Нравится тем, что, допустим, у него там имеется небольшая защита, он закрывается. И заворачивается та же самая. И все. Вот он. Свой приборчик готов. Видите, удобно, быстро, и все. У него имеется там защита, даже если вы включили, допустим, мерите напряжение, допустим, постоянное, и у вас на сопротивление. То есть он у вас не сгорит, ничего с ним не будет. Вот такой вот удобный приборчик. Вот им, в чем можно, в принципе, и замерять. Напряжение, сопротивление, прозвонка. То есть в бытовых условиях, допустим, что-то проверить очень удобно. Я раньше, когда еще были ламповые, таких не было приборов, так я работал с этим, с стрелочным прибором, типа вот такого. Вот он, в советские времена, я работал с таким вот прибором. Видите? TL4M. Видите? 1984-1984 года. Видите? Вот таким вот. Ну, тоже на те времена он был очень крутой. Я телевизоры все ремонтировал, приемники, чего только не ремонтировал. Вот эти, при помощи вот этого прибора. Видите, разница, да? Ну, этот прибор и вот этот. Ну, ее в карман взял и все. А этот тяжелый еще добрый. Ну, вот такая вот. Видите? Включили. Все, выключили. Единственное, здесь, да, надо обязательно выключать прибор. То, что, допустим, сейчас в других, более дорогих, там он выключается автоматически. Если сколько-то времени не поработал, он выключается. Здесь же этой функции нет. Его надо обязательно выключать, чтобы экономить батареи. А так, очень удобный приборчик для использования в бытовых условиях. Там, когда, допустим, кто-то занимается в домашних, там проверить хотя бы то же самое напряжение в розеточке проверить, батареечки проверить, на обрыв проверить. Все можно, так же самое, кто знает и проверяет, все можно проверить на целостность и на параметры обычных диодов, транзисторов, сопротивлений. Ну, та же самая. Так что вот такая вот, такой мультиметр. Рекомендую пользоваться. И он по цене недорогой. То есть, вполне доступный. На этом я заканчиваю. Очень прибор хороший. Так что смотрите. Очень удобно в эксплуатации. Всем всего хорошего. До новых встреч. До свидания.